Добрый день! Приветствую вас на своём канале «Критика для души». Меня зовут Жанна Мурахина. И сегодня я вам расскажу о фильме «Меню», снятый в 2022 году в США. Этот фильм я посмотрела в кинотеатре-ресторане. Ну, во-первых, потому что очень хотела посмотреть, наконец-то, сеанс в кинотеатре-ресторане. Ну, а во-вторых, так, наверное, совпали звёзды, сложились карты, название фильма «Меню», место, кинотеатр-ресторан, на мой взгляд, хорошо проведённый выходной день. О самом кинотеатре. Ну, может быть, удовольствие дорогое, потому что на двоих билет с заказанными блюдами будет стоить около 50 евро. Во всяком случае, в Акрополе, в Аполлоне. Как бы, да, дорого. Но если представить себе, что кроме билета в стоимость туда ещё входит просека-бутылка на двоих, или горячий сет, или холодный сет закусок на ваш выбор, думаю, что в целом, то есть вклад оправдывает себя. Кроме того, вы ещё наслаждаетесь хорошим фильмом. Ну, и о самом фильме. Фильм представлен в жанре триллера, комедии, но на афишах было написано, что это фильм ужасов. Если честно, то я шла на этот сеанс с небольшой опаской, потому что я не люблю этот жанр, не потому что это что-то недостойное, а потому что я не люблю бояться. А если уже хороший ужасник, так сами понимаете, потом можно и ночь не спать, и сердечко шалит, и что только. В этот раз, слава тебе, Господи, это не был тот ужасник, который я себе представляла. Это был действительно триллер, и, может быть, такой комедийный ужасник, или комедия ужасов, как хотите себе это представляете. То есть зловещая какая-то атмосфера она была, но ни секунды страха я не испытывала, если говорить об этом жанре. Режиссёр фильма Марк Майлотт, он, кроме того, ещё и режиссёр телешоу и сериалов. Многие сериалы и фильмы снимал, но, наверное, в Википедии вы найдёте информацию, что он снял несколько эпизодов для «Игры престолов» в пятом сезоне. Кроме того, он снимал сериал «Наследники» и многие другие вещи. Но, конечно же, в этом фильме удивляет и интригует актёрский состав. Но начнём с главного героя Рейфа Файнса, английского очень титулованного актёра, который снимался в таких фильмах, как «Список Шиндлера», «Отель Гранд Будапешт», «Чтец», «Английский пациент», «Грозовой перевал», что не фильм, то событие в киноискусстве. Ну и да, этого актёра забыть очень сложно, хотя бы по его пронзительному взгляду. Эти грустные глаза, которые, если надо, могут сыграть одержимость, или глубокое страдание, или глубокую печаль, или да всё, что вам угодно. Ну и в фильме он играл такого одиозного шеф-повара, который готовил особый ужин для особой публики. Молодая актриса Ання Тейлор-Джой, ей всего лишь 26 лет, но уже имеет много наград. На мой взгляд, она такая, у неё неземная привлекательность, не в том плане, что она необычно красивая, а то, что она, у неё красота на самом деле такая необычная. Широко поставленные глаза огромные, такая кукольная внешность немножко и очень невыразительные глаза. Ну, неудивительно, что роли на неё так и сыпятся. Ну, она снималась в «Эндеворе», в «Сплите», в сериале «Острые козырьки», в «Опасном элементе», например, она сыграла роль Иран Кюри. И хочу сказать, что мне понравился и этот фильм тоже, поэтому актриса уже имеющая, ну, большой послужной список. Ей в этом фильме пришлось сыграть такую случайно попавшую на этот пир девушку. Ну, и Николас Холт, ещё один английский актёр, который снимался в сериале «Люди Икс», сыграл знаменитого писателя в фильмах «За пропастью воржи» и «Толкин». В обоих фильмах он сыграл самого писателя. И ещё в роли Теслы он выступил в фильме «Война токов». Это один из свеженьких, которых я тоже смотрела и вообще эти фильмы смотрела. Да, поэтому, когда я этих актёров увидела, мне показались они такие все родные, ему пришлось сыграть такого поклонника-фанатика, который буквально смотрел в рот главному шеф-повару. Само действие фильма происходит в таком ограниченном пространстве. Ну, представьте себе, на берегу океана, на каком-то острове, в таком шикарном ресторане, где сквозь стекло открывается вид на спокойный и таинственный океан, а внутри ресторана происходят какие-то непредсказуемые, немножко жуткие действия. То есть, ну, вначале всё, конечно, прекрасно, изысканная публика вкушает необычные, причудливые блюда. Эти блюда подаются с такой философской подоплёкой, всё имеет свой смысл, всё взаимосвязано. Шеф-повар рассказывает и о своей матери, и вскрывает какие-то тайны клиентов. И венец всего, вот это вот последнее блюдо, как произведение искусства. Конечно же, очень, на мой взгляд, необычный сюжет. Я что-то такое похожее, наверное, не видела. Хотя, может быть, приходит на память «Десять негритят», но там всё-таки не триллер, а детектив, и потихоньку исчезают главные действующие персонажи. Здесь немножко всё иначе, поэтому ссылаться на этот фильм тоже не имеет никакого смысла. В своём плане это что-то очень необычное. Поэтому, конечно же, фильм стоит посмотреть. И особенно вот в таком антураже, как мне пришлось это делать, то есть на той стороне, на экране люди наслаждаются едой, вкусовой гаммой. И тут мы тоже с подругой наслаждаемся бутылкой просека, горячим сетом, где тоже, кстати, очень вкусные, необычно приготовленные какие-то... Ну, фастфуд, конечно же, но всё равно то, что я в обычной жизни особо не ем. Поэтому, на мой взгляд, был такой интересный опыт в моей жизни. И если вы хотите какой-нибудь оригинальный подарок на день рождения, или с кем-нибудь сходить в кино, с кем-нибудь очень близким, разделить радостные моменты в своей жизни, то посещение такого кинотеатра станет для вас приятной. Ну, не то, что неожиданностью, а приятным сюрпризом. Ну вот, рейтинг на кинопоиске 7,2 балла. Понравилось 84% пользователей Google. Я тоже ставлю твёрдую семёрочку с половиной баллов. И, конечно же, рекомендую к просмотру. Ну, на этом пока всё. Прощаюсь с вами до следующего раза. Пишите отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...